Путешествие яхты «Мария» — это своего рода разведка перед Большой Арктической регатой, которая состоится в следующем году. По замыслу яхтсмены со всей страны пройдут путь от Мурманска до Нарьянмара. В этом же году экипаж должен проверить маршрут, испытать на себе силу и скорость течений, определить возможные места стоянок. Одно из них — это Соловецкие острова, где непогода задержала путешественников. Мы находимся на причале у Соловецкого монастыря, стоим уже второй день, если быть точным, даже уже третий. И ждем погоды, чтобы отправиться дальше в Беломорск. А сейчас у меня есть возможность немного рассказать вам об этом месте, где мы находимся. Почему я показываю этот вид? Потому что фактически это и есть Соловецкий монастырь, отображенный на 500-рублевой купюре. С другой стороны еще Архангельск. Мы там были до Мурманска, но сейчас есть возможность посмотреть одну из сторон 500-рублевки воочию. Мы стоим на замечательной набережной, на замечательном причале, который, как нам говорят, принадлежит монастырю. Его четыре года назад, когда я сюда заходил, не было. И могу сказать, что это, наверное, один из лучших причалов, который я видел на всем протяжении экспедиции из Петербурга до Мурманска и обратно. Тут даже мы можем увидеть электрозаправку, подключение электричества, которое нигде больше я не встречал на этом же всем протяжении нашего пути. Бухточка, которая дает возможность укрыться при сильном ветре, а напротив вот там, видите, амбар, в котором сейчас расположен музей. Мы находимся рядом с токелажным амбаром, в котором сейчас располагается музей Товарищества Северного мореходства. Это сообщество энтузиастов морского дела, которые развивают старые традиции старого поморского судостроения, сохраняют память об этих традициях. Тут постоянно идут экскурсии, а внизу расположена шняка, старое поморское судно, староманерное, созданное руками энтузиастов Товарищества. А по второму этажу, по периметру второго этажа расположена музейная экспозиция, посвященная поморам. Соловки даже в дождевую погоду производят такое какое-то родное впечатление русского севера. Средняя полоса тут не очень чувствуется, но больше, наверное, такая суровость, но точно не депрессия, по крайней мере, если бывать здесь не очень долго. Соловки, радио 1. Мы готовимся отойти в сторону Беломорска. Как слышите прием? Добро слышу вас. Отходите. Путь до Беломорска у их сменов займет 6-7 часов. Если повезет, и попутный ветер не изменит направление. Там экипаж ждет очередная стоянка. Аллилуйя. Продолжение следует. Продолжение следует...